тоже будем покупать палатку короче поехали покупать палатку не смогли посмотреть секретные объекты и надо сваливать отсюда подать чтобы никто за нами не поехал думаю в Екатеринбурге мы уже никому не интересно будем настроил я Алиску она показывает нам ну всего-то 150 километров и не впервые но отсюда 150 у нас почти полный бак все хорошо единственную рацию не выставили ну если что на обратном пути выставили ладно поехали у нас ребята снова пришла жара 32 градуса кстати мы такие в Йогург-то поехали а так-то Андрей сказал конечно Гринвич работает но у них-то все еще же магазины не открыли официально а да я просто что-то не слышал про Сырловскую область ну ладно будем надеяться что все открыто едем как лица путь не ближний вчера он что-то какой-то центр открывал может интернете посмотреть про Сырловскую область кто губернатор их Екатеринбурга потом было что многие сами открылись нормально да конечно уже блин столько месяцев сидят не денег на что-нибудь кстати ты вчера видео-то на вокзале-то этот торговый центр высокий ты говорил перестали строить его сносить будут а сносить будут миллиарда надо капец они заколебали вот башню бы оставили разрешение построен что так ну оставьте но сделайте из него памятника башню тоже взяли снесли у них башня классная была ой эйфелево говорю Сырловская не станции вот короче каждый по-своему назвал телевизионная ее тоже снесли то есть как-то архитектуру-то они старую не ценят уничтожают ее бурги ребята смотрите какая красота кстати еще палаток много видимо Сырловская не еще на отдыхе он они поэтому пробка еще нет а нам обратно потом ехать уже пофигу будет потому что обратно это обратно там мы на пробки не попадаем вот вид мне отсюда нравится когда едешь прямо чудесно чудесно красиво смотрится тут ветер опять ну да вот маяк мы же хотели тогда тут не смогли на ничем она все отлично вон от сколько отдыхающих ребята отдыхающие всем привет он палатка у них какие есть хорошие нам вот надо кемпинговую палатку которая как сумка большая но у нас машина то есть она не походная кемпинговая так все горшки сейчас проезжаем за лучше налево объехать их река исток это помнишься зеленая зеленушка на полу что надо так но все мы сейчас скосливые доезжаем едем до трассы и 5 по косминской дороге дальше до юборга ну и думаю там уже с вами встретимся надо камеру на зарядку поставить да так и поступим хотя 50 процентов нормально еще красоты немного можно снять в общем яндекс навигатор мне пока нравится сейчас сказала камера на 90 км чё за камера где поле смотрим тренога стоит прям четко он показывает на треногу а показывает видимо потому что он подключен к интернету у нас и соответственно кто-то сообщил что здесь камера и он вот показывает классно только проблема в том что в крым поедем там не везде будет связь по трассе но посмотрим как там нету справиться в принципе как такового сильного до интернета и не надо может даже ешки хватит чтобы уловить такие моменты ну будем надеяться мы уже на подлете и катеринбургу километров на 40 осталось всего и андрюха вон сзади едет со своей подругой надо было вперед еще по идее выпусти ну что у него есть ант радар на у нас тонн и уже кушать хочется ой как хочется смотрите хоть желтая прям золотое золотистое поле светофор красный свет подъезжаем городу екатеринбург яндекс навигатор сейчас он онлайн как верится и ведет нас через и кат у брательника тоже яндекс навигатор включен тоже ведет в объезд то есть не через сам город а в объезд потом на базу и ну короче типа объездную и уже по прямой тарадуги да хорошо алиса на икат поедем направо строится и карик так ну все нормально мы проехали по икаду поехали по мосту на кольцовский тракт и там да и там прямо 10 километров общем будем ехать там кстати масло замерим в магазинчик сходим после магазинчика замерим уровень маслица то ну надо контролировать все таки давно и не контролировал так все выезжаем кольцовский тракт мы быстро поедем довольно таки широкая дорожника прям очень широкая экспо-центр да мы уже каждый раз его снимаем он очень интересно когда все светится а днем обычно смотрится так поехали в екатеринбург через километр примерно будем съезжать на объездную автодорогу города екатеринбурга ну вот главное не пропустить через 400 метров съезд поверните на право да справа нам следующий поворот что вылез неожиданно даже не видел так ну и все что нам осталось 10 километров ровно до магазина фигня вопрос быстро едем надо поесть есть вообще капец я сначала поел потом полотку беру приехали в торговый центр радуга вот пойдем декатлон покупать там все это дело ну имеется ввиду палатки неполадки все отлично чего все остаетесь значит гулять по радугу в парках он да это где водопад там какой-то был но мини водопад короче цена пойдем сейчас такое поесть сходим французский пекарь а я помню что еда где-то здесь в углу вообще находится что-то мне казался маленьким а он большой какой-то тоже короче ищем ищем еду идем по значку вилка ножка ой вилка ложка вилка нож короче вроде как губернатор не разрешил иди работать вот корту но они забили на него и работают сейчас будем убирать чтобы не пушить а на самом деле не забили на самом ли смотрите столиков то не да видать цель поэтому все на вынос только продают и тут не поесть толком одноразовая посуде короче всего дают но это типа очередь что чет прям печально все блины вас не дайте вам также пакетик понадобится до вышли в радику городу парк пельмени пельмени нифига ветер-то дует короче я себе взял вареники с этим с картошкой и грибами вареники вареники с грибами картошки где-то вареники с грибами все у тебя блин а ну ты сам что захотел его напихал да а это обычно это с гущёнкой твоя гущёнка там ну мне кажется руками проще всего тут тут есть она при она нам типа аппетита потом декатлон зашли мы в декатлон ищем палатки кстати куча своих карцовок можно взять и шорты и футболки дорогу он палатки вот в холодильниках холодильник наверно да там с ручкой да че нам в холодильнике ну да это обычная палатка обычно вам неинтересно одна походная одноневные походы вот она есть твоя что только я не пойму где она вот это какая интересно то есть ребят я-то хочу которая мгновенная установка свежести мута для хорошего сна здесь она проветриваемая вот это чисто переспать видишь то что ты уставший приехал и быстро собрать заниматься этим а потом еще собрать нет либо на море приехали разложили палатку по быстренькому все позабирали ой вернее покупали все палатку любви отдохнули поели нюк да а тут потерять одну-другую колотку короче 3600 все до выбора нету потому что видишь уберем да и вот эти да это я по 400 они потолще да чем вот те серы надо три брать внутри на трое же нас или два были ты машине бы спать ну да она как на двоих тут получается то есть ты машине будешь ну ладно я с чем машине да какая разница на 3 3 ты не войдет мы там все решили с палку покупаем гостиницы больше снимаем как это экономия нормально спали мы недавно спали 2 0 так это когда гостиница увидели так так обрадовались начало два надо пойдем короче берусь и такой рюкзачок на 2000 принципе нормального что-то за старый ну и палатку за три с лишним ли все на выход не знаю так вот такой вот рюкзак 2000 стоит куэнхо какой-то фирма мне понравился по виду и понравилось что карман можно вот так вот расстегнуть то есть сверху там в основном боковые но тут для боковину для мелочи еще есть маленький отсек для обуви значит вот можно нижней использовать ну и так место в нем все дофиги там инструкция дожекает и вот еще карман ну и цвет такой прикольный значит палатка 3600 он до стоит короче взяли такую потому что других вот легко раскладывал мне каркасных не было дорогих мы хотели ну я думал за 9 брать ну и два коврика взяли почему два не знаю я хотел тренину взяли два не ладно а ну да она типа двухместная но там можно и втроем поместить мне кажется вот в общем такие дела ребят сейчас мы все поехали обратно в город снежинск итак теперь нам можно не бояться что вдруг гостиницы не будем как перенос не будет переночивать сможем всегда единство спальников не туда но можно же мы какие-то одеяло возьмем с собой пледы и теперь значит остается машину подготовить убраться помыть ее смазать двери в общем колеса проверить полностью резину если там что-то какие-то проблемы гвоздики там саморезики и так далее масло купить на доливку дворники купить про запас значит потом чего у нас еще остается ну и дольца закупиться там вещами загрузиться но это уже мелочи я имею ввиду из таких-то мероприятий больше помнить чего да у нас ну ладно вспомнится осталось это как бы неделя то когда этот ролик выйдет наверно там уже дня 3 останется ну ладно сегодня у нас что 2 августа день выдавая так поедем по яндексу да по яндексу ух ты там памятник какой что-то еще хотел надо стекла надо еще что-то купить чтобы мыть его ну и салфеток да салфеток надо купить но это как все мелочи из таких-то крупных мероприятий вроде ничего хотели масло сейчас померить по мере у кого в памяти надо еще мама ладно ну завтра уже получается мыло а куда-то хоть мыло а ну жидко воды по-любому туда доходи так ну все мы короче гоним едем на выезд андрюха там забываю все света да я звук света по-моему света в общем она там осталось они короче там остались гулять по радуге парку а мы за рулили ну потому что завтра на работу уже времени практически 5 часов сейчас пока доедем пока чё надо а горячей воды то у нас нет уже кстати да горячей воды у нас нет отключили ну ладно постираться по крайней мере можно на все едем кировку в общем все мы на выезд из екатеринбурга дорогу обратно снимать не буду соответственно по приезду как приедем в город машинка простоит наверно ночь на следующий день я замерю маслица чтобы все-таки проверить ну и маслица и закупимся маслица также 5 в 40 не знаю сколько канистр надо посмотреть что у нас багажник есть мы же по моему зал той поездку долили только этот одну канистру мобилу да может что-то больше я уже честно ребята не помню все всем всего хорошего спасибо всем кто смотрел ну конечно же подписывайтесь на канал нужны тысячи подписчиков сразу же говорю что благодаря вам за эту помощь заранее что-то еще до встречи не болейте особенно коронавирусом все до связи и тут северлочане начали возвращаться с озер и организовали пробочку нифига у меня тут трюк он сделал нормально так ребята утро следующего дня как обещал проверяем маслом машина простояла всю ночь масло есть но она на минимуме то есть примерно за 3000 километров воду ультра съела удаливать надо сегодня дольем и дольючное масло купим все всем пока 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 пока